доброе утро друзья с вами Анатолий Криводедов и мы продолжаем наш курс столбового стояния 30 дней по 30 минут я пока подготовлю таймер и затем кратко расскажу вам план сегодняшнего занятия доброе утро Андрей четыре человека в стволе как я заметил уже готовы к трансляции остальные я надеюсь приснятся чуть позже я сразу выхожу в столб и в столбе уже кратко дам пояснение поскольку сегодня опять холодно мурманские под минус 20 лет может чуть меньше но ветерок и так мы начинаем как обычно с категории яншин джоан оздоровительных столбов это фронтальная позиция стопы примерно на шине плеч колени согнуты чуть и сегодня у нас в первой части столб фу бао джоан чем характерен этот столб по своему мысле образу обхватывания шара пчин бао сохраняется вот такое же расстояние 90 градусов и обхватывания только мы обхватываем уже не ладонями к себе а вот этой частью ладони внутренней части к себе а соответственно ладони кисти рук мы подкручиваем вот так вот примерно на встречу так чтобы указательные пальцы были стремились к тому чтобы они были на встречу но тут зависимости от гибкости ваших кистей в этом направлении поэтому можно перед этим размять и вообще тренировать гибкость вашей кисти это важно в уциане высота высота примерно уровень солнечного сплетения или чуть выше но не надо на уровне плеч вот где-то вот такая высота расстояние между ладонями такое же примерно можно ориентироваться на центр плечевых суставов пальцы вытянуты раскрыты чуть подсогнуты положение тела такое же мы немножко отводим бедра назад чтобы найти связь между верхней и нижней части и уже привычно растягиваем нашу тетиву лука лука от макушки до стоп есть натяжение между запястьями можно между пальцами вот указательными поймать вот такое легкое натяжение тонкая пружинка которую мы опасаемся порвать поэтому делаем это чутко деликатно здесь локти обратить внимание были под 40 градусов вниз сейчас они выше но все равно локти немножко все-таки ниже уровня ниже уровня кистей ваших ладони вот отсюда и название фу-бао а в позиции диди пин-бао то есть здесь подчеркивается такая горизонтальная направленность вот эта столба и если по фу-бао добавить еще мыслеобраз это уже такой большой шар соответственно такой пологий и вот эту пологую поверхность ваши предплечье вместе с кистями как раз и подчеркивает вот такие особенности столба здесь мы даем приоритет усилием наружу внутрь но также начинаем с направления назад вперед расшевеливать свое тело изнутри с помощью сознания это делается как вы помните после того как мы объединили свое тело сосредоточили свой ум отпустили лишнее напряжение нашли состояние фонсун и отрегулировали дыхание также не забывая что фонсун касается и внутренних органов тоже там не забывайте слушать проверять чтобы не было напряжения и так мы берем направление назад вперед и потихонечку расшевеливаем свое тело в этом направлении напомню что здесь нам может помогать мыслеобраз воды воды которые подталкивают впереди сзади мы входим с ней во взаимодействие стараемся сохранить равновесие чувствуем как центр тяжести по стопам плавает назад пальцы стоп цепляется вперед надавливаем на перед часть стопы и пятка стяжелеет старается удержаться потом мы добавляем усилия назад наружу вперед внутрь точно так же как и в основных всех столбах у нас разница только вот то и то здесь вперед вверх назад вперед внутрь назад наружу вперед вверх назад вниз а здесь парадигма протокол такой же назад наружу вперед внутрь и назад чуть-чуть вверх вперед немножко вниз То есть как бы приподнимаем этот шар из воды большой, а здесь притапливаем вверх-вниз И вот так потихонечку я основные требования кратко вам напомнил И поехали, поработаем в тишине, каждый в своем столбе Периодически, вот видите, я сейчас подвигался, отпустил зажимы Вы внимательно слушайте, отпускайте, не надо терпеть, столб должен быть живой Работаем сейчас по шести направлениям Сочетая их между собой Не используем грубую физическую силу Старайтесь больше опираться на работу сознания Намерение, мотив движения и нян Ну и так как у нас кисти здесь вот такое натянутое положение Периодически можно разминать, чтобы стараться именно особенности этого столба Вот в этой плоскости поработать свои руки А в качестве дополнительной практики сегодня у нас цепи шели и фали мы тоже Этот метод на базе цепи сделаем с вами И как раз у нас конечная связь между столбами и этим цепи Вот конечное положение цепи рубки в сторону Рубящая ладонь в сторону Она будет вот именно вот такая форма ладони Комфортное состояние вашего тела Занимайтесь с удовольствием Ну и соответственно лице отражается вот такое благожелательное выражение лица Не забывайте проверять чаще, чтобы макушка тянулась вверх, стопы укорнялись И вот эту направляющую силу по вертикали мы сохраняем Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Сегодня 29 января 2021 год и 18 день нашей практики. Субтитры создавал DimaTorzok Особое внимание работа внизу, стопы. Здесь вверху легче найти ощущение, внизу чуть сложнее. Поэтому шар, который здесь придержим, либо пружинки, и стопы перекатываются. Внешняя кромка стоп, когда назад, внутренний, вперед. Также вы должны найти возможность давать усилие вверх-вниз. Когда вперед, я как будто хочу прыгнуть, но пятки не оторвая при этом. Когда назад, я надавливаю, точнее даю усилие вверх, бакушкой тянусь вверх. Но стопы удерживают, естественно, меня на земле. Пока прошло 10 минут. Проверяйте, что ваше внимание осознает в доходе до кончиках пальцев. Для этого можно немножко так и периодически пошевелить, подвигать, чтобы чувствуете... Проверяйте, что ваше внимание осознает в доходе до кончиках. Чаще проверяйте, что плечи... Можно вот так вот подвигать вверх-вниз, что плечи свободны. Не деревянные, мягкие. Так же вперед-назад, вот так можешь подвигать в этом направлении, чтобы руки не деревенели. Кисти я показывал, пальцы, поясницы, стопы. Все части тела живые. Продолжение следует... 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 Не забывайте сделать периодически паузу в вашей внутренней работе на игун, чтобы отпускать накапливающееся напряжение как в мышцах, в теле, так и в работе вашего сознания. Когда отдыхаете, можно чуть ниже опустить руки, найти более такое спокойное и удобное положение и затем снова выйти в более правильное. Ну а тем временем прошло 5 минут, поменяем позицию, левосторонняя позиция Пин Бао Джоан. Мои пальцы на ладонях уже согрелись, пальцы стоп тоже себя комфортно чувствуют. Но я использую теплые носки и соответствующую обувь на толстой подошве. Если вы на улице практикуете, учитывайте погодные условия. Я напомню, что вот это все очень индивидуально. Я уже давно занимаюсь на улице и в какой-то степени адаптировался. Но мороз не самое лучшее, не самое лучшее условие для практики, особенно столба. Если вы все-таки на улице занимаетесь, я рекомендую не так много столбов практики и больше заменить активным движением, перемещением, шелей, фоли, либо другие какие-то упражнения. Да та же ходьба с хорошей осанкой, с хорошим умом, очень полезна для здоровья. То есть мы берем какие-то базовые принципы и цуань и пользуемся ими в самых разных вариантах. Помните, что и цуань это не только стояние столбом. Это один из важных методов. Но важно сбалансированно выстраивать свою практику. Не жадничать со столбами. Центральную линию проверяйте. Постепенно, обычно, разворачиваю сюда. Раз, сюда, собираю обратно. Левая рука у меня сейчас чуть-чуть выше. Задачиваю. Собираю. Продолжение следует... 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 вот на такой скорости можно начинать отработку сейчас я сделал смену соответственно левая рука будет под 45 это под 90 правая и левая чуть выше правой дополнительную практику я делаю в сокращенном варианте чтобы в первую очередь не замерзла техника наушники и гарнитура телефон которым снимаю вы можете позаниматься больше ну а я перейду к следующему этапу буду делать чуть быстрее вот варианте медленном спокойном ну как минимум минут десять надо поделку лучше 15 иногда полчаса вот это уже такое промежуточное между шили и фоли движение быстро шили может так назвать и уже наверно помните способ когда мы делаем два раза быстрый третий раз ищем фоли фоли это такой стряхивающий как термометр хочу встряхнуть или отряхнуть руки от воды чтобы брызги полетели вот поэтому это не напряженное мышечное такое движение а скорее стряхивающий но тем не менее не вялые руки давайте попробуем следите чтобы не нарастало напряжение каждый раз вот позиция ху нян жан соответственно сборка тела сохраняется и шаги основные два варианта это приставной шаг и шаг мацабу со сменой давайте сделаем сначала приставной шаг касание стопы и вот здесь основное разрывающих раздвижение и каждый раз сохраняем позиции динбабу следите чтобы не было таких движений что ноги вместе и на шаге мацабу со смены стопы будет так выглядеть на приставном шаге тоже можно спиной поотрабатывать и я кратко обозначил ту работу которую вам рекомендую сделать побольше сегодня а я выполню дзеню свободную форму с акцентом на исполнение техники цепи шили и фали также направление могут быть и вниз больше вверх под разными углами вот это база варианта есть еще и самое разное как биф может быть как удары в разные части тела в Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Через какое-то время я вам более подробно опишу вот эту стажировку и постараюсь так же сделать и с другими стажировками, чтобы вы имели более полное такое, более объемное представление, как это происходит в Китае, как происходит обучение в Китае. Хорошего дня, хорошего настроения, силы, крепости, духа и будьте здоровы!